всем привет с вами владимир литов скорее подписывайтесь на мой канал потому что я здесь буду рассказывать много всего интересного и сегодня речь пойдет о сусах сус 2 и аккорд сус 4 погнали скорее всего все из нас сталкивались с таким аккордиком да мажором и мы играемся любим мизинцем среднем да вот это и есть сус и сус и всегда соседствует рядышком рядом с трезвучием и рядом друг с другом сус 4 и сус 2 и что такое сус и вот есть у нас обыкновенные трезвучия которые состоят из первой ступени 3 и 5 так вот сус и это когда наша третья ступень заменена то на вторую это сус 2 то на четвертую это сус 4 то есть это такое сус и это такое некое бесполое существо да это вроде как бы и не мажор и вроде не минор тем они на самом деле и хороши скорее всего ребята играющие рок сталкивались с такой штуковины так вот она вот это вот четвертая ступень для аккорда рэ соль четвертая ступень если посчитать до ре ми фа соль и вот эта солюшка появляется нашим аккордике и звучит просто замечательно так вот и теперь возникает вопрос как почему такой аккорд замечательным мы используем всего лишь один раз и в одной позиции давайте посмотрим его и в остальных позициях а точнее в остальных формах и так после аккорда ре в форме ре где терция была заменена на четвертую ступень идет форма до да здесь мы видим терцию фа диез здесь она у меня лежит под рукой и мы можем изменить ее на соль аккорд конечно получается замысловатый и вроде как бы непонятно как его играть клёвый конечно да но я в этой ситуации все-таки предпочитаю такой вот аккорд где у меня ноты рэ падис соль открытая четвертая ступень снова ре и ми соль вот она четвертая ступень третья и тоника да конечно этот аккорд в нотах бы не пометили как сус а пометили как а д д этого тоже одна из тех историй где сусы всегда дружит с а д д шками я их отношу в одну категорию для себя в голове по ощущениям да по своим вот в нотах да действительно чтобы нам их различить нужно их немножко по-другому помечать и а д д это когда к трезвучию добавили ноту одну а сусы это когда вместо терции добавили ступень надеюсь я вас не запутал все эти аккорды будут где-то тут вот или тут вот у меня появляться и нота которую мы изменяем она будет помечена красненьким следующая наша форма эта форма для да и здесь снова мы должны видеть нашу терцию она на втором на второй струне под мизинцем если мы эту терцию повысим сас аккорд да эти сусы по разному называют сас сусы ну как-то русские сусами их кличет все кто англоговорящие они их сасами зовут ну наверное правильно сас следующая форма соль да вот так она выглядит она в принципе замысловатые всегда тяжеловато брать если если она не в нулевых позициях здесь мы можем найти нашу четвертую ступень да вот отыскав третью вот наша третья фадис и сделать его соль но такой аккорд замысловат конечно и совсем тяжело его брать здесь можно придумать другие решения и я часто играю вот такой вот аккорд здесь р и оставим да и вот так вот он выглядит по-моему очень круто он очень пространственный сас и вообще я дэшки крутые тем что они прям очень сильно освежает гармонию иной раз аккорды если их настраивать септимами или с текстами дают такую излишнюю что ли джазовость все-таки сусы 2 например они очень роковые и хорошо звучат с перегрузом многие любят играть такой вот этот аккорд сас 2 да и сас 4 хорош наверняка многие из вас помнят эту историю с рифом майкл джексон но и в ми дано в ми мажоре но я останусь в ре да здесь как раз все есть и сас 4 обыкновенный аккорд сас 2 но обыкновенный аккорд тот же самый прихват использован у анхалена кен стоп ловенью да то к тому же ситуация развивается в мажоре в ля да такое там было вот видите снова сас и 2 соседствует сас 2 сас 4 и обыкновенный аккорд мажорный так вот остановились мы на чем на форме на форме вот этой замечательной еще раз послушайте как она звучит чем хороший аккорд рэда то что я могу не использовать вот этот палец а взять рэ открытую можете потренировать этот аккорд сдвигая на тон ниже на тон ниже вот он рэ да вот он аккорд до на номер пулья наверняка здорово будет для тоже хорош тем что можно взять открытую ля да ну и соль и остается у нас последняя форма это форма формами ре форме ми здесь наша терция под средним пальцем и мы ее делаем на полтончика выше вот на мой борда его все встречают первый раз наверно в шизгаре я опять таки она там ситуация развивалась все по моему все таки сэп там был форма та же идея та же вот формами здесь бары на десятом ладу первая струна 2 мизинец 12 снова 12 и снова мы приходим наше исходное положение вот наш рэ это все конечно хорошо аккорды красивые но как их применять они вот здесь вот в этих вот плодах расположены еще делать непонятно можно конечно как-то от контекста немножко там что-то поиграл поиграл успокоился нужно конечно маневренность нужен опыт нужно посталкиваться с этими аккордами в различных песках что-то такого поиграть а вы пока сперва найдите эти сасы в нулевых позициях да вот если у нас есть аккорд ля мажор посмотрите кто у нас сус-4 этот обыкновенный аккорд ля мажор а вот сас-2 теперь посмотрите что будет происходить с аккордами и мажор у нас вот если не сдавали получится сас-4 первая открытая вторая и 2 2 2 и снова 2 лад Также аккорд ре, аккорд до. Такая, знаете, хорошая гармония приходит на ум уазиса Double Wonderwall, который был с ми минором, соль, ре и ля. И всю дорогу, видите, эти два пальца удерживаются на протяжении всей гармонии. Гармония меняется, а два верхних голоса остаются вверху и звучат, так сказать, сшиты гармония красной нитью. Очень всем нравится, и в качестве упражнения, и вообще научиться переставлять аккорды. По-моему, это очень классная штука. И вот еще одна гармония, которую я из раза в раз показываю, потому что она действительно популярная и оттого и полезная. Соль мажор, ми минор, до и ре. И вот посмотрим, как я буду играть ре. Вот как раз тот случай, когда появляется вот этот ре с четвертой ступенью. В данном случае он ADD4, потому что в аккорде есть терция и квартал. Также можно попробовать взять и на этих аккордах, по принципу оазиса, задержать наши две нотки вверху. Пользуйтесь этими аккордами, помните про них, помните, что всего лишь один пальчик может нести интригу, может освежить гармонию, разнообразить всю вашу историю. И в следующем видео я уже более подробно расскажу про САС-2 аккорд. Ну и буду так вот потихонечку раскрывать САСы один за другим, потому что, мне кажется, если навалить это прям в одном видео, голова пойдет кругом от нюансов, от всех этих. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok